Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами еще об одном и чрезвычайно нетривиальном методе защиты картофеля, томатов от фитофторы и других растений от опасных грибковых заболеваний. Для использования этого метода нам понадобится рыбий жир или льняное масло. Дело в том, что хорошо известно, что некоторые жирные кислоты, особенно непредельные жирные кислоты, которыми очень богаты эти продукты, являются натуральными продуктами и являются очень хорошими защитниками картофеля, томата и других растений от угрозы заражения различными заболеваниями. И в первую очередь фитофторой. Очень интересно, что вот многими исследованиями установлено, что нанесение вот этих вот субстанций, натуральных субстанций, даже на нижние листья картофеля или томата защищают верхние ярусы растений от инфекции. Это свидетельствует о том, что здесь действует не только образование пленочки, масляной, которое мешает прорастанию гиф-гриба, мешает внедрению гриба в лист, но и действуют всевозможные специфические методы защиты. Это на самом деле просто удивительный результат. Для того, чтобы защитить картофель от фитофторы, надо начинать работать этими веществами, начиная от посадки клубней. Чистым маслом или разведением один к одному с мылом и с добавлением небольшого количества воды можно обработать клубни цириком, либо после того, как их уже достали зеленить, либо еще во время хранения. Для того, чтобы обрабатывать по листьям и защищать растения от болезней необходимо делать растворы, которые содержат примерно от 5 до 20 грамм масла на одно ведро воды. Для того, чтобы получилась эмульсия, ведь масло всплывет на поверхности и не будет смешиваться с водой, соответственно, надо нам сделать эмульсию. Для этого необходимо нам добавить мыло, твердое мыло, щелочное мыло в количестве до 50 грамм на ведро воды. Что лучше взять, рыбий жир или льняное масло? Все зависит от того, какой продукт в вашем регионе является более дешевым. Вообще считается, что рыбий жир в этой части является более эффективным. Но для того, чтобы создать минимальную защиту, например, томата от фитофторы, мне вот от такого вот препарата надо взять 10 капсул. Здесь по полграмма, значит, 10 капсул, это будет 5 грамм рыбьего жира. Ну, стоимость этой упаковки чуть-чуть больше, чем 2 доллара. Соответственно, мне на 5 обработок, таких легких обработок, хватит этой упаковки. От чего зависит взять 5 грамм или 20 грамм? Зависит, конечно, от обстановки инфекционной. Если инфекционный фон у вас высокий, если вы систематически выращиваете томаты или картофель на одном и том же месте, если томаты находятся рядом с картофелем, или если год такой холодный, мокрый, который способствует прогрессированию фитофторы. В этом случае, конечно, стоит взять и 20 грамм. Если же у вас обстановка хорошая, все в порядке, признаков заболевания нет, рисков вот таких вот нету, томаты себя чувствуют и картофель хорошо, то в этом случае, конечно, можно взять и 5 грамм. Если вы берете льняное масло, вы его берете точно в таком же количестве. Дело в том, что рыбий жир и льняное масло очень-очень по составу похожи, хотя, конечно, отличия есть. С точки зрения здоровья рыбий жир является несколько ценнее, но с точки зрения эффективности против фитофтора и других заболеваний овощных растений, они являются равноценными. Конечно же, в Беларуси использование льняного масла будет гораздо дешевле, чем использование рыбьего жира. Как часто необходимо пользоваться этой обработкой? Эту обработку можно сделать однократно, потому что она усиливает такие специфические защитные функции растения. И если, опять же, инфекционный фон и фитосанитарная обстановка у вас в регионе хорошая, то, соответственно, возможно, больше обработок и не понадобится. В иных случаях необходимо делать эту обработку не чаще, чем раз в 14 дней. Эту обработку можно совместить с подкормками, эту обработку можно совместить с внесением средств защиты растений, эту обработку можно совместить с различными внесениями фитостимуляторов, профилактических рецептур, которые мы рекомендуем. Единственное, что не рекомендуется делать, это совмещать эту подкормку с теми растворами и теми веществами, которые не выносят щелочной реакции раствора. Потому что в состав этого средства входит щелочное мыло, ну, хозяйственное, или можно взять другое кусковое мыло, поэтому первотепин лучше не смешивать. У нас есть отдельный выпуск о том, что с чем можно смешивать, какие-то общие рекомендации, если вам особо интересно, то, пожалуйста, посмотрите это наше видео, найдите, оно будет вам интересно. Поскольку эта эмульсия, и всякая эмульсия, она имеет очень короткий срок годности, она может расслоиться, используйте, пожалуйста, это средство сразу же после приготовления. Рационально в отдельной посуде приготовить мыльную эмульсию с водой развести, при сильном помешивании ввести туда, соответственно, масло, и затем растворить эту эмульсию в воде. Вода не должна быть слишком холодной, и вода не должна быть слишком теплой, она должна быть температурой от 18 до 25 градусов. Именно такая температура будет способствовать максимальному сохранению эмульсии. Постарайтесь не выполнять все наши рекомендации по профилактике фитофтуры, по борьбе с ней, сразу же, одновременно, или друг за дружкой. Мы предлагаем много рецептов профилактических, и будем еще предлагать оригинальные способы профилактики фитофтуры. Конечно, существуют и другие методы, способствующие проветриванию посадок, например, томата. Это необходимо обрезать листики, укорачивать листики, обрезать их полностью до нижней, до первой кисти, а другие укорачивать наполовину, например. Но мы сейчас стараемся не останавливаться на таких тривиальных и очень простых и всем известных методах. И хотя, конечно, хочется написать, что вот применяйте только это, и тогда у вас будет какой-то сумасшедший урожай. Нет, применяйте разные, разные подходы, разные методы. Пробуйте именно те способы профилактики заболеваний, которые будут подходить именно вам, в вашем регионе, в вашей теплице, в вашей обстановке, на ваших сортах овощей. Это будет самым правильным. Перенасыщать растения всеми до единого рекомендуемыми нами методами профилактики фитофторы, конечно, не стоит. Соответственно, выбирайте ту, которая вам наиболее доступна по финансам, наиболее доступна по составу, и вы получите наилучший результат. На этом я прощаюсь с вами и очень надеюсь, что наши выпуски вам нравятся. Всего хорошего!